Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – созидательная конструктивная экономическая политика. С нашими сегодняшними гостями постараемся подвести итоги состоявшегося на днях Орловского экономического форума. Попытаемся понять, есть ли достойная, научно обоснованная, поддержанная реальным сектором экономики, альтернативная конструктивная экономическая политика. Но, пожалуй, самый главный вопрос – что нужно делать уже здесь и сейчас, чтобы остановить деградацию и деиндустриализацию российской экономики, скачкообразный рост нищеты и бедностей и падение производства и инвестиций. Сегодня в нашей студии. Грудин Павел Николаевич – директор совхоза имени Ленина. Нигматуллин Булат Искандерович – генеральный директор Института проблем энергетики. И Болдырев Юрий Юрьевич – экономист-публицист. Здравствуйте, дорогие гости! Рад вас видеть сегодня в студии. Я так понимаю, что вы все втроем вместе присутствовали на Орловском экономическом форуме. И вот ваше мнение, в чем принципиальное отличие именно этого форума от петербургского экономического форума, краснодарского, сочинского, какого угодно? Почему этот форум назвали все-таки «Красным Давосом» и правильно ли так его называть? Павел Николаевич, что для себя нового там увидели? Я не был ни на петербургском форуме, хотя читал и на других форумах я не был. Но у меня такое ощущение сложилось, что там собрались, я имею в виду на Орловском форуме, люди, которые не только ищут пути выхода, а и нашли их уже. И реальные, ну скажем, готовые рецепты для выхода из этого кризиса предлагают. Я вот знакомился с другими форумами и увидел, что там была попытка на этих форумах сказать, что ничего страшного не происходит, ну кроме последнего Московского экономического форума, где вдруг власть через полтора года после того, как все, в том числе и присутствующие здесь люди, говорили о том, что есть кризис, власть всем говорил, нет кризиса. И только на Московском экономическом форуме она сказала, да, кризис есть. Значит, через полтора года до них дошло. Но дальше, что нужно делать, как нужно выходить из кризиса, они не сказали. И некоторые экономисты говорили... Мы про Гайдаровский форум экономистов. Да, про Гайдаровский. А у нас, вот на нашем форуме, на котором мы присутствовали, там люди реально предлагали пути выхода из кризиса. И больше скажу, меня что поразило, что когда вот, кстати, Юрий Юрьевич выступал, и вот наш уважаемый профессор, зал взрывался аплодисментами. То есть люди понимали, что именно это нужно делать, и вот в зале это просто простые, в том числе и граждане, они просто понимали, что это необходимо срочно делать, и поэтому аплодировали. Но я так понимаю, отличие в том, что те представители реального сектора экономики, которые были на Орловском экономическом форуме, они не просто говорят о некой абстракции построения коммунизма, социализма, чего угодно в России, там, какому-нибудь году, а то, что они у себя на предприятиях, это смогли реализовать. Может, поэтому власть и не хочет обращаться? Я думаю, не так. Там сидели реальные люди, люди, которые работают на предприятиях, которые понимали, что если то, что говорится с трибуны, будет реализовано, их жизнь станет лучше, и свет в конце туннеля наконец-то появится. Потому что все видят, что мы уже в туннеле, или как идем ко дну, и все никак не можем дойти до этого дня. А когда мы начнем путь наверх к свету, вот это вот... Спасибо, Юрий Ильич. По конкретике, что вы для себя на этом Орловском экономическом форуме услышали, увидели, вот предложения какие были, альтернативные тому, что мы слышим на Годаровском экономическом форуме? От мошенническо-либеральных форумов, я специально так формулирую, этот форум отличался тем, что там не звучало слов инновации, компетенции и лучшие практики. То есть там не было вот этой шулерской игры, что бы нам такое придумать, как бы нам перехитрить, чтобы ничего не делать, и вроде как само все отрегулировалось. Не было попытки заболтать, это первое. Второе. Не от всех форумов он отличался, скажем, от московского экономического форума он фундаментально не отличался. И, скажем, тот же Константин Анатольевич Бабкин на этом форуме тоже участвовал. Это вот одно из достижений форума, с моей точки зрения, что там участвовали не только коммунисты, мы же не являемся членами, вот все присутствующие не члены КПРФ. Значит, то есть этот форум был существенно более широкой интеграционной площадкой, аналогично московскому экономическому форуму. Третье, что, с моей точки зрения, важно, вы сказали построить коммунизм так, этак и так далее. Вот в программе КПРФ там есть слова про коммунизм. А в жизненно необходимой нам программе более широкого, максимально широкого объединения для вытаскивания страны из пропасти, слова коммунизм нет. Там есть то, на чем сходится большинство людей. И вот я свой доклад, я, собственно, и посвятил тому, что я начал с того, что просто перечислил целый ряд ключевых вопросов, касающихся и финансового регулирования, отношения к ВТО и защите своего рынка, и к финансово-мошенническим схемам вытягивания денег из реального сектора в спекулятивный и так далее. Набор вопросов, по которым в обществе созрело широкое единство, широкое единое понимание проблем. Вот это может стать залогом, мы на это надеемся, мирного, по возможности, эволюционного перехода к радикально более созидательной экономической и социальной системе. Понятно. Блан Сикандорович, вот лидер коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов призвал отвязаться от доллара. В принципе, разговоров про дедолларизацию, про построение суверенной, несувенирной финансовой системы, про укрепление рубля и его покупательной способности говорится много. Но, в частности, была одна из идей, приравнять как Сталину рублик к золотому эквиваленту. Да, идея спорная, но, тем не менее, она прозвучала. С вашей точки зрения, наведение порядка финансовой системы именно как некий валютный контроль, пускай рыночный, более мягкий, менее мягкий, по финансовому текущему счету, насколько это необходимо для оздоровления экономики? Или, в принципе, финансовая система у нас, вот как считает Медведев и РКОС, она правильная, гибкая, конкурентоспособная, рыночная, и вот пускай капитал будет задать сам. Ну, вот финансовая система, это производная от, собственно, производительных сил, от производства реальной экономики. И когда она отвязывается, как вот в глобальном мире, так и у нас отвязалась она, финансовая система. Она в чем отвязалась? Вывоз капитала за границу. В среднем 80 миллиардов с 2008 года. Значит, с 2008 года умножьте, ну, 7 или 8 на 80, получает 500 миллиардов долларов вывезли. Легально. В развивающих экономиках, как мы, даже Кристина Лагард, кстати, это было сказано так, МВФ, что свободное движение капитала для нас, это просто углубительно. А мы слабая экономика. Как здесь зарабатывают, на тех производственных мощностях, которые были созданы нашими дедами, родителями, для некоторых прадедами за все эти 70 лет советской власти. Зарабатывают, мало инвестируют, по сути съедают амортизацию, и все за границу. А там эти вот инвестирования в чужую экономику. Значит, ну, об этом же и Медведев говорят, что надо сделать более привлекательно нашу экономику, более открытую, более правовой. Мы не можем привлекательно быть. Цели какие? Вот цели, какие ставят сегодня правящие партии. Вот для 146 миллионов российского народа. И это цели должны быть написаны на полстранички. Цели какие? Что мы получим в 16-м году, в 17-м, в 18-м, в 20-м? Цели. Вот эти цели вообще не обозначены. Ни на каких формах. Одни процедуры и механизмы. Павел Николаевич, с вашей точки зрения резюме того, что предлагаете вы, предлагают другие экономисты, предприниматели. В чем радикальное отличие от того, что предлагают на Годаровском экономическом форме, на Питерском? В чем здесь? В общем-то, я понимаю так, что во главу угла везде было сказано, что нужно ставить производство. И реального человека. И повышение доходов населения и одновременно возможность сделать так, чтобы наша продукция, продукция российская была конкурентоспособной. У нее был покупатель реальный. И отказаться от этой сырьевой модели экономики, одновременно с этим навести порядок в финансах, в том числе и в экономике. Потому что без инвестиций невозможно развитие. Инвестиции сейчас запрещены фактически вот этими процентными ставками. Значит, доходов реальных у населения нет. И поэтому для кого производить неизвестно. Все вот это, ну там много можно перечислять, а в этих десяти пунктах, которые Геннадий Андреевич сказал, там все это написано. Все это является новой экономической политикой, или, как сказал Геннадий Андреевич, левым поворотом. Вот это и все нужно делать, на мой взгляд. Ну а критика того, что левый поворот более социально ориентированный, более справедливый, он не конкурентоспособен, некий пережиток старинный, что не бывает конкурентоспособных предприятий, которые произвели бы качественную продукцию, могли бы продавать, если бы они будут следовать этим вот заветам, уже извините меня, советской эпохи. Все время приводят американскую модель, англосаксонскую, какую угодно. Что вот нельзя, так сказать, у нас ведь без того зарплаты росли более высокими темпами, чем произведительность труда, вот известная мантра, которая часто приводит к подтверждению. Вы кого имеете в виду? Потому что у нас зарплаты тоже разные. Ну разные, где по-разному рост. Да, я сюда ехал, прочел, что, например, зарплаты членов правления Роснефти увеличились на 30%. 3,5 миллиарда рублей на 11 человек. Да, у них зарплаты растут, хотя в другом, скажем так, секторе они падают. Или неполная занятость, мы это знаем. И поэтому тут, наверное, что растет, но вообще, на самом деле, я считаю, что вот этот вот левый поворот абсолютно социально ориентирован. Потому что там было сказано другое, давайте увеличим налоги на богатых, введем обратно, введем прогрессивную шкалу налога, заберем нефтегазовые доходы, определенные кучки людей, которые себе их присвоили, и направим на развитие промышленности, на повышение пенсий. То есть переспределим богатство страны, в том числе это касалось акциза на спиртоводочную продукцию, и все это богатство дадим возможность пенсионерам и малообеспеченным жить нормально, но одновременно деньги направлены на реальный сектор экономики. И дадим возможность предприятиям развиваться. И это социальный, на мой взгляд, поворот. Тут нет противоречия. Но он не сделает нашу экономику еще более неконкурентоспособной, еще более высокими издержками, как там говорят представители власти, что это избыточное давление, избыточная нагрузка. Я считаю, что абсолютно нет. Если вы разберетесь в структуре, я думаю, что профессор лучше расскажет про структуру наших расходов, какую львиную долю занимают энергоносители, которые потом, как, опять же, Геннадий Ильич говорил, что из 20 триллионов рублей, которые получаем от нефтегазового сектора, только 13, нет, 8 попадает в бюджет, остальные куда-то испаряются. Но ясно, что не нам с вами. Вот перепало. И вот эти миллиарды топ-менеджерам Роснефти, вот они там сидят. Юрий Юрьевич, все-таки вот эти предложения по госконтролю над банковской системой, над финансовой системой, над валютными операциями, они нужны или не нужны? Или при этой вертикали власти, при этом клане бюрократов-чиновников, хоть там национализируй, хоть приватизируй, хоть распродай, в принципе, ничего не поменяется? При этом клане, как вы спросили, что не делай рекламно, это не точка зрения Орловского форума, это моя личная. Что не делай рекламно и пиарно, все равно это будет ущерб нам. Свалка получается. Еще раз, надо четко понимать, уговорить невозможно. Либо нужно сменить власть, либо как минимум оказать достаточно жесткое давление. Но давление можно оказывать только, если мы едино понимаем, что мы хотим. И смысл вот этих площадок и Московского экономического форума, и Орловского форума именно в том, что формируется широкое единение и единое понимание того, что нам нужно. Уже без различий между национально-ориентированными, левыми, мы все вместе. У нас есть существенное согласие и по отношению к тому, в чем мы в той или иной степени поддерживаем какие-то действия власти. Не в нюансах украинской, сирийской и так далее, а в том, что Россия должна защищать собственные интересы. Нюансы могут отличаться, раз. И второе, в то же время, мы едино находимся в очень жесткой, буквально непримиримой оппозиции к власти. Я подчеркну, не к правительству, не к центру, а к власти в целом, проводящей нынешний социально-экономический курс. Социально-экономический курс должен быть радикально изменен, и в этом сегодня едино уже значительно больше. Вот госконтроль над банковской системой, над валютными операциями, вот это отдельные элементы, они нужны, не нужны? Вот смотрите, всегда нужно вычленять. Или пускай оно дойдет до кипения, чему хуже, тем лучше, пускай система накроется медным тазом, а дальше будем устанавливать. Один из выступавших реальных хозяйственных руководителей на форуме Орловском говорил так. Нам нужно конкретно, в том числе ежегодно, утверждать законом, скажем, процентного устава Центробанка. Выступавший после него я не стал говорить, вы не правы. Я сказал, вот вопрос о том, что Центральный банк должен иметь иное, более четкое целеполагание, а также руководители Центрального банка должны быть подконтрольны, то есть не вмешательство, а сначала, что сейчас не толкая под руку, а постфактум полный и безусловный контроль, и затем ответственность должностных лиц за то, что они сделали, насколько в том числе, безусловно, обеспечивали или не обеспечили конституционные законы требования банка. Поэтому на этом форуме не было сотрудников Центробанка. Сейчас, минуточку, минуточку, а самое главное. Как это сделать? Как это сделать? Принятием законов с теми параметрами, коридорами к Центробанку? Или институционально, например, ввести в руководство Центрального банка не менее половины и в наблюдательный совет в этот национально-банковский представитель реального сектора экономики? Решений частных, может быть, много, о них можно спорить. Но мы едины в том, что в том, как сегодня, вот то, как сегодня, это недопустимо. А нужно создать те или другие, может быть, комплексные механизмы обеспечения работы Центрального банка и всей банковской финансовой системы не как высасывающие соки из реального сектора, а как обеспечивающие реальный сектор возможности на инвестиции. Когда Юрий Юрьевич говорил, я вдруг пришла в голову мысль такая. Вы понимаете, какая интересная ситуация? Вы же правильно сказали. И на этом форуме не было представителей Центробанка. И Минфина не было. То есть, я так понимаю, это, что власть не готова к диалогу. Если, например, наш лидер пошел все-таки на Гайдаровский форум, слушал там и как-то общался, то эти люди, они почему-то придумали или подумали, что они истинно в последней инстанции и другого мнения вообще не слышали. Но они вас маргиналами, они нас считают маргиналами и какими-то угрозами, опасностью. Один из их, скажем так, лидеров сказал, что вообще все маргиналы, а страна вообще, дауншифер, как он там сказал. Значит, вот это исходя, то есть они присвоили себе право истины. И не хотят даже диалога. Вот это больше всего меня пугает. Потому что если ты хочешь выйти из кризиса, ты должен, хочешь ты этого или не хочешь, любое мнение выслушать и попытаться что-то ценное вывести к себе. А тут вообще полное отсутствие диалога. Но нет, причем, еще раз говорю, очень многие выступающие, а там было огромное количество студентов, людей, которые из реального сектора экономики, люди, которые в будущем будут строить страну, они слушали экономистов и аплодировали. То есть им эти идеи близки, они близки большинству населения. Но власти эти идеи не близки, получается. А власть помолчала и вообще как будто ничего не происходит. Вот это страшно, потому что власть должна меняться, она так или иначе должна слушать, что ей говорят. Спасибо. Благоск, Андрей, с вашей точки зрения, почему все-таки ни представители Минфина, Центробанка, ни правительство не появляются не только на Орловском экономическом форуме, но даже на Московском экономическом форуме, который гораздо более, мне кажется, известен и более, может, разрекламирован и находится все-таки в Москве. Почему нет диалога? Почему они боятся какой-то конкуренции идей, программ, идеологии, взглядов, кадров? Ведь чтобы уметь вести диалог, надо быть внутренне, быть себя уважать, свои знания профессионально уважать, знать и знать свою правоту. Вот я готов пойти в любую аудиторию, я каждому докажу, что я прав. А если ты не прав, значит, он не прав. Ты. Тогда объясни свой аргумент. Я могу, так сказать, воспринять аргументы. Для этого надо научить. Это же не надо им. Ни министру экономики, ни министру финансов, тем министру экономики отвечает за экономическую политику в стране. Кстати, это не нужно и часто многим депутатам Госдумы, потому что без этого пока можно обойтись. Потому что за это, в общем-то, не спрашивают. Вот не спросили за то, что у нас упал ВВП на 4%, больше около 4% в прошлом году по отношению к 2014 году. Не спросили. Не спросили, что почти на 10% ухудшилось средние доходы населения. Это надо же спросить. До этого надо спросить. Надо, как сказать, не только хлопать и говорить, но и пороть. Ведь что сказал Игорь Иванович Шувалов? Игорь Иванович Шувалов сказал следующее. Правительство, экономический блок, в 2015 году не сделал ни одной ошибки. Что он еще не делал вообще? Павел Игорь Иванович, прошу прощения. Все, после этого что говорили? Давайте про вопрос доларизации. Про него много говорят. Кто реально из российских элит, российских олигархов, российской власти, поддерживающих, заинтересован в реальной дедоларизации экономики, при удалении индустриального технологического упадка? Надо ли им это? Разговоров про это много. Тем не менее, рубль все дешевеет и дешевеет. В два с половиной раза уже упал за последние полтора года. Уровень жизни упал, цены подскочили. Как-то у нас экономика не стала менее доларизованной, менее зависимой от нефтедоллара. Может быть они хотят? А зачем это? Вы подумайте сами. Их основные расходы в чем? В долларах. В долларах США. Вы поймите, вот это вот... Они живут в долларном мире. Долгое время вывозить все эти валютные средства туда. Это для чего-то делалось? И профессор говорит, для инвестиций. Они инвестировали туда эти деньги. И они продолжают этим заниматься. Ну, инвестиции в мозги своих детей, которые там живут. Инвестиции в яхты. А Геннадий Ильич об этом говорил. Эти инвестиции же продолжаются. И они ничего не поняли. Не от того, что президентам говорит, что нужно быть патриотами. Не от того, что поставлена задача деофшеризации экономики. О том, что деньги надо вернуть обратно. От этого же ничего не вернулось. То есть вы думаете, это корыстный интерес? Конечно. Президент мало того сказал, что да, мы поставили задачу год назад, но пока ее не выполнили. То есть закон не работает. Так вот вопрос. В чем? Может быть он, обращаясь к этим людям, им ставят правильные задачи, а они их не выполняют? И еще один вопрос. Я всегда внимательно слушаю послания президента. И слышал, как год назад, не на последнем, а на предпоследнем обращении, он сказал, во всем виноваты валютные спекулянты. Разберитесь с ними. Кто-нибудь разобрался с этими валютными спекулянтами, которые в этот момент сидели прямо напротив него? Тот, кто обрушил этот наш рубль, тот сидел напротив, слушал внимательно и продолжил этим заниматься. И ровно через год то же самое произошло. Потому что они никак не могут отойти от своего стереотипа. Украсть и утащить куда-то в сторону. Я их сравниваю с прапорщиками. Помните старое, что у прапорщика было две мысли. До обеда как украсть, после обеда кому продать. Вот они примерно этим и занимаются в стране. И этому надо положить конец. И это изменение экономического строя или экономической политики. И это необходимое дело. То есть, это смена бенефисаров, выгодоприобретателей. Поэтому, собственно говоря, кто же к вам придет на эти экономические формы, если вы, так сказать, лишаете хромовой базы? Это же логично. Я говорю о патриотах. Или вы делаете все наоборот и работаете на страну, или вы пишете заявление. А вот смотрите, противники Компартии обычно пугают обывателей и телезрителей, что коммунисты предлагают все национализировать, все отобрать, поделить, запретить частную собственность, чтобы не было ничего частного, только все государственное под каким-то игом бюрократов. Но, тем не менее, как я понимаю, Компартия предлагает национализировать после политической реформы, собственно говоря, электроэнергетику, железнодорожный транспорт, систему связи. То есть, естественную монополию, где генерируются сверхприбыли, генерируются ренты. С вашей точки зрения, баланс частных интересов государственных, каков он должен быть? Подожди, никакой коммунистической партии, никто вообще никогда не предлагал обратно национализировать земельные участки, квартиры, машины. Машины, жон, детей можно еще. И не собирался отбирать акции у простых рабочих, если у них есть эти акции на предприятиях. Речь идет совершенно о другом. О том, что народные богатства, нефть, газ, электричество, которое вырабатывается, и то, что делалось долгими годами нашими предками, должно быть возвращено обратно в государственную казну. И это я с этим согласен. Причем, я думаю, что 99,9% граждан наших с этим тоже согласны. Что нужно возвращать то, что незаконно было получено разными путями. Там аукционы залоговые или какие-то другие действия. А вот то, что было роздано частным лицам, я имею в виду такие вещи, как квартиры, машины, земельные участки, этого никто никогда и не собирался забирать обратно. И поэтому надо понять, что такое приватизация в их понимании, и что такое, скажем так, грабительская приватизация в понимании всех людей. Тут мы, по-моему, едины с народом. Владимир Николаевич, ну вот, скажем, президент Путин и глава правительства Медведев говорили, что не может быть пересмотр итогов приватизации. Это разрушит институт, но которого, по большому счету, нет частной собственности. Это подорвет наши остатки инвестиционной привлекательности для инвесторов. Что вот вы, ваши коллеги, предприниматели, бизнесмены не будут инвестировать в свою страну. Что вы говорите? А я тут недавно слышал. А не о вас беспокоятся, чтобы вам было удобнее заниматься в России производством? Если президент об этом говорит серьезно, то тогда объясните мне ситуацию с Башнефтью. Только что приватизированное предприятие, которое было, в общем-то, на тех условиях и теми законами приватизировано, было признано неправильно приватизированным, и вывернулась часть акций Башнефтью в казну. А потом теперь опять ее собираются продать. Это что было? Не деприватизация? Причем это было вот, при существующей власти. Вопрос о грабительской, неправильной приватизации, он так стоит о преступлениях. Преступления надо, скажем так, разъяснять, показывать. И, кстати, первые действия президента, если уж говорить о ЮКОСе, были направлены как раз на это. Пусть они правильные и неправильные, я не буду это обсуждать. Да, деприватизация в пользу близких к себе кланов. Тут вопрос, да. Или всем эту систему, или только выборочным. Избранным, своим. Правильно, да. Как говорится, своим все, чужакам закон. Юрий Юрьевич, давайте про приватизацию. Сейчас имеется программа по приватизации крупных госактивов, и госбанки, и госкорпораций, и нефтегазовой компании. По разным оценкам, то за год, то за два, то за три года, от триллиона до полтотриллионов хотят якобы получить бюджет. При бюджете в 15 триллионов рублей, в принципе, деньги небольшие, особо ни на чего не хватит. Но с вашей точки зрения, с какой целью проталкивается этот проект новой приватизации? Тем более, что вы боролись с приватизацией кредитно-залоговой, буквально лет 15 назад, как я понимаю. Что такое нормальная дискуссия? Мы узнаем о каких-то действиях планируемых властей, начинаем обсуждать, что лучше, что хуже и так далее. Что такое наша дискуссия, вынужденная в условиях деятельности наших властей? Это вынужденность, моя в том числе, постоянно разоблачать, вскрывать мошенничество с их стороны. Они сейчас нам рассказывают, что в бюджете не хватает денег, поэтому будем приватизировать. А программа по этим объектам формировалась в 2010-2012 году, когда никаких вопросов о том, что в бюджете не хватает денег, вообще не было. Так они предвидели, просто не сказали никому. То есть, еще раз, тогда эти сладкие супердоходные куски решили передать в какие-то близкие руки. А теперь еще и привалило, можно еще и передать за бесценок. Цель-то какая? Для чего что делается, скажите? Вот смотрите, в суде. Я бы, опираясь на предшествующий опыт, в том числе, постарался бы доказать, что мотивация является мошеннической. Что истинной целью является либо передача просто в близкие руки, либо элементарная двухходовка. Сначала в близкие руки, чтобы они потом, как порт Ванина, тут же перепродали зарубеж. То есть, к сожалению, ничего другого за этим просто не просматривается. Никаких иных созидательных мотивов за этим никак не удается увидеть. Государственный представитель, управляющий от имени государство, назначенное государством, нашим Сбербанком, Греф, бывший министр экономики, предложил приватизировать Сбербанк некоторое время назад, потому что якобы улучшится управление. Вот вы противоречия не чувствуете? Значит, если ты и есть тот управляющий, который назначен от имени государства, то твоя задача обеспечить наилучшее из всех возможных управлений. А вот ты единственный, ты единственный, кто не имеешь права сказать, давайте сменим собственника, и управление станет лучше. Владислав Андреевич, давайте про власть народу. Один из ключевых тезисов, собственно говоря, который был и сто лет назад актуален и сегодня. Национализация элит, насколько это вопрос оста перед страной стоит, или вопрос о власти и о собственности, он снят с повестки дня. И, как сказал Медведев, все наши сегодняшние трудности – это результат правильной продуманной экономической политики прошлых лет. Это такая структурная перестройка. Во-первых, до конца еще нет, еще дна мы не достигли. Более или менее функционирует социальная поддержка. Ну, не поддержка, это, может сказать, уровень жизни у нас все-таки упадает. Еще не сильно упал, но падать будет падать. Пока не настали вот эти вот… К сожалению, для нас надо понимать, что ослабление государственной власти для России убительно. И мы должны все силы делать, чтобы власть укреплять. Понял, приватизация энергетики, правильная идея? Но другая вещь, при укреплении власти, мы говорили, должны давить на власть, что она сама себя разрушает. Ведь что мы говорим? Что все действия, которые происходят последние и происходят сейчас, ослабляют нашу власть. Конечно. Те люди, которые говорят о жадной торпой, стоящей у трона, они что, они ослабляют нашу власть? В лице президента, вертикали, всей структуры сегодня созданной власти. Это ослабление. Поэтому мы должны давить на власти, говорить, вот эти, эти, эти негодные. Просто этих надо пороть, то есть выкидывать. Окружение президента понимает угрозы, кто стоит перед стороной, перед обществом? Не понимают, если бы понимали бы, изменялись бы. Не понимают, пока не понимают. Вот что беда. Они сидят в золотом прииске и лопатой грибут просто. По быстрому можно смотреть. А ведь ситуация такая. Без страны, есть примеры, без страны остались. Курды, например. Да. 45 миллионов. Что они? Это огромная трагедия. Мы могли остаться без страны в 42-м году. Собрались наши родители, для многих дедов, и спасли страну. Спасли, и нас спасли. Вот сегодня наша миссия, вот всех нас, объяснять и говорить, что сегодняшняя идея губительно приводит. Губительно к нашим. Губительно почему? Потому что слабая экономика, ухудшение социально-экономического состояния в стране, возбуждение народа. Да. Это возбуждение народа и ослабление государственной власти. Продлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. Что поможет России благополучно выйти из экономического, социального, политического кризиса? Первый по 1% опора на свободный рынок, 1% сокращение социальных расходов бюджета, 1% масштабная приватизация госактивов и 97% разворот от спекулятивной экономики к реальному производству. Павел Николаевич, вам какой вариант-то ближе скажите? И как его реализовать? Вот это единение народа, вы поймите. У наших телезрителей оно есть. Так подождите, а ваши телезрители – это обыкновенные люди, которые просто позвонили вам в редакцию. И это общее мнение. Другое дело, что есть определенная группа людей во власти, которая говорит, что нужно сокращать социальные расходы. Есть какие-то еще люди, которые говорят про свободный рынок, есть какие-то люди, которые приватизировать что-то пытаются, как будто бы это поможет. Но народ-то понимает, что главная задача – это разворот к экономике. Для народа тот, кто не кормит, тот, кто не дает дешевый хлеб, тот, кто не дает возможность жить нормально, достойно, он прекращает быть царем. Он становится изгоем, ему руки ки никто не подаст. Или ты сам начинаешь работать над ошибками, или работу над ошибками за тебя начинает народ. Но народ наш, если начнет работать над ошибками, мы уйдем совершенно в другую крайность. Я считаю, что в нашей стране нельзя быть богатым, когда кругом бедные. Рано или поздно это приведет к социальному взрыву, к тому, что все богатые будут либо за границу отправлены, либо просто их не станет. И вот тут, на мой взгляд, должно сработать чувство самосохранения власти, которое стало удивительно богато на фоне абсолютно бедного еще населенного народа. Разворот к реальному сектору экономики, скажите, как его существует? С чего начать-то? Возьмите 10 пунктов, которые Геннадий Андреевич озвучил на Орловском форуме, и там все есть. Надо начинать что-то делать. Я понимаю, что могут корректироваться различные нюансы этой политики, но главная задача – это то, что люди должны богатеть, власть должна служить народу, а не себе. И все, что там написано. И самое еще главное, кроме того, что она должна быть профессиональной. Ведь служить народу надо профессионально. Можно объявлять, что служу народу, но если ты при этом тыришь или неэффективен, или плохо управляешь, это тебе должны менять. Менять. Вот этого же нет. Значит, вот эта смена, что плохо управляешь, и ты продолжаешь оставаться на своих местах. Вот спроса нет. Вот спроса, вот правильно я говорил. Может, опять-таки, это вопрос к избирателям, к электорату, к обществу? Что же оно молчит так? Бьют дальнобойщиков, сидят, моя хата с краю. Забрали пенсии, моя хата с краю. Тариф подняли, ну да бог с ним пускай подняли. Может, общество какое-то все проснуться-то не может? Как же надо ударить? Вы поймите, не дай бог, что негатив накапливается. Вы проснулись, наши деды проснулись в 17-м. Да, по внешнему возрасту. Хотя, причем это в Москве и в Петербурге были. А там окраина вообще, и так она спала. Значит, в 90-м году мы видели, как просыпались. Миллионы человек вышли. Да, миллионы человек вышли, потому что не долой. Но ведь взамен-то что получили? Уже могли, пришли люди, которые еще хуже. Лозунги были правильные. Вот я хочу написать книгу. Россия, другие страны СНГ, 90-й год и 20-й год. Экономика украденных надежд. Мы же тогда верили, мы слышали эти слова. И от Ельцина, от его окружения. Все же оказалось не так. Не проконтролировали. Даже не просто не проконтролировали. Люди, которые объявляли, говорили, оказались лжецами, негодными, непрофессиональными. И самое главное, завели нас в абсолютный тупик. Спасибо, Юрьевич. Как действительно добиться объединения широких масс людей социально-трудового большинства? Потому что видно, что общество разрознено. Люди, понимайте, пожалуйста, то, что вы читаете в форумах, это не дискуссия нормальных людей, живущих в нашей стране, в любой аудиторию, куда вы сейчас не пришли. Это то разделение, разобщение и стравливание, которое вбрасывается в наше общество жесточайше целенаправленно. Приводил этот пример. Я пишу статью про ипотечников валютных, и тут же от имени Рублевых пишут, а они лохи сами, они как будто это лохотрон, в котором я выиграл, ты проиграл сам дурак. Это же стравливание. То есть я-то в данном случае, отвечая на ваш вопрос, призываю. Первое. Не сакрализировать, но уважать власть, если она работает в наших интересах. Первое. Второе. Не допускать, чтобы власть нами манипулировала, стравливала, разделяла. Предъявлять власти на этот счет определенные свои требования. И третье. Вы совершенно правы. Значит, сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи. Люди, ну постарайтесь понимать, что если вас заставляют играть, простите, в лохотрон, не радуйтесь тому, что вы выиграли, а кто-то проиграл. Давайте выстраивать систему солидарных, цивилизованных отношений, в которых только мы все вместе, вот в том единстве, которое было здесь продемонстрировано, 97%. 97% это больше, чем самый высокий рейтинг ныне якобы нами сакрализируемого. 46% будут зря сомневаетесь. Еще раз. Покажите эти цифры сакрализируемому лидеру. Эти цифры выше. Вот на это может стать действительно широкое народное единство, на которое можно опереться для того, чтобы действительно страну вытащить с пропасти. Так вот, мы должны быть кооперативным обществом. Мы должны добиваться того, чтобы у нас была конкуренция, как двигатель прогресса, но кооперация брала верх над конкуренцией. Согласен с вами. Спасибо большое. Павел Николаевич, давайте про ваше предприятие поговорим. В Орле было сказано, что средняя зарплата на возглавляемом вами совхозе имени Ленина примерно 74 тысячи рублей. Для справки, по стране в среднем 33 тысячи рублей, по Москве порядка 60 тысяч рублей, но у 50% россиян доходы ниже 22 тысяч рублей. Достаточно выехать там за пределы Москвы, куда-нибудь там в Пинзу, в Самаленск, в Омск, тот же самый город, миллионных зарплатах, 16, 17, 20 тысяч, считается зарплатой вполне себе достойной, хотя как на нее выжить, честно говоря, сложно можно себе представить. Как вы добились таких результатов, и можно ли это обеспечить на уровне всей страны? Или это вот социализм в отдельном взятом предприятии, потому что вот там либо хорошая земля у вас, либо ваш управленческий талант, либо вот у вас народ какой-то особый трудовой попался в трудяги. И нельзя такого добиться по всей территории России. Ну, во-первых, тут есть несколько факторов. Конечно, мы находимся в лучших экономических условиях, чем многие другие. Это накладывает, с одной стороны, определенные возможности, рынок сбыта рядом, а с другой стороны, определенную ответственность. Потому что если ты не будешь платить своим работникам достойную заработную плату, ты их просто не увидишь, они уйдут другие. Для конкуренции. И тут есть два фактора. Но я абсолютно убежден в том, что зарплату можно поднять, потому что для всех без исключения, потому что на самом деле что такое заработная плата? Это оценка труда. И если мы оценку труда, например, какого-то руководителя Роснефти задрали черти куда, а все остальные почему-то должны на него работать, а я прекрасно понимаю, откуда у них доходы, мы платим сумасшедшие деньги за нефтепродукты, эти деньги все скапливаются там, и он себе принял решение заплатить такую зарплату. И таких очень много мест. Но я все говорю, слушайте, обеспечите доходность сельского хозяйства такую, чтобы у сельского хозяйства была достойная зарплата у работников сельского хозяйства. Тогда у вас не будет проблемы с питанием, и вы не начнете кормить, ну, грубо говоря, или поддерживать иностранных ферм, перестанете, начнете поддерживать собственных производительских госпродукций. И это вопрос экономический. Но я уверен, что если бы, и там я на форуме это говорил, что если бы мы не сделали правый поворот, или даже не знаю какой, поворот к лептократии, а прошли бы дальше по пути Советского Союза, у нас бы у всех совхозов и колхозов, по крайней мере в Московской области, была бы примерно такая же ситуация. Потому что у нас действительно были очень хорошие тучные годы. И эта нефть была перераспределена одними для того, чтобы купить яхты, там какие-то дворцы в Лондоне или еще что-то. Футбольные клубы, да. А мы эту, скажем так, в том числе «Золотой дождь», которую перераспределили, направили на рабочих. Это вопрос, опять-таки, о целеполагании, о задачах, которые ставит перед собой руководитель, собственник предприятий, и что он хочет достичь перед коллективом. Потому что у нас оказалось так, собственность раздали, а ответственность руководитель потеряли, ее просто не стало. Вот и все. Понятно, спасибо. Булац Хандарович, про народные предприятия, коллективные хозяйства. Считаете ли вы, что это некое будущее России, можно ли этого добиться, собственно говоря, без смены политической настройки? И что вы предложили в этом направлении делать? Как нам создать коллективную ответственность и руководителя, и собственников, и трудового коллектива? Я сразу вспомнил статью Ленина о потреб кооперации. Это же была потреб кооперация. Кстати, эта потреб кооперация и в Италии есть, и во Франции есть, и в Америке есть. Это мелкие собственники, мелкие товары производители собирают, потом делают соответствующий пул, то есть это массу набирает, и потом идут в эти сети, если говорить о продовольстве, или другие товары. Это реально естественный процесс. Но ведь надо же поддерживать. Это же надо поддерживать. Это же государственная политика должна в этом деле быть. Если ее нету, если вы сами выживаете, да еще какие-то кредиты, ресурсы... А это вопрос связан с деолигархизацией собственности, с преодолением деиндустриализации, дедолларизации, вот если я собственных сетей в Москве, мне эти маленькие киоски вредны, потому что они, я вот мы сегодня говорили, они, во-первых, они же дешевле могут сделать, демпинговать, потом они не только в шаговой, они в пальцевой доступности. Поэтому мне лишний конкурент надо убрать. И какими там целями не говорили, ведь мы, когда мы ломаем что-то, мы должны сказать, что в результате потребитель получит плюсом или минусом. Насколько при этом снижена цена для потребителей, для всех, я говорю о продовольственных ларьках и так далее, или газетных ларьках. Это значит, что власть безответственна. Она не отвечает, она может себе позволить, ее не спрашивают, ее не критикуют, все зажато, средства массовой информации, все хорошо. И это беда, потому что, когда все хорошо, этот клапан закрыт, мы идем в ситуацию, когда хуже седать, жизнь хуже и хуже. И вот это состояние солидарности, которое возникает потом, все больше и больше слои их населения, потом он вырвется в такие уродливые формы, которые мы не знаем, что потом получим. Неуправляемая ситуация. У нас очень мало времени, Юрий Юрьевич, вам вопрос, скажите, все-таки про то, о чем говорили коммунисты в Орле, да не только в Орле, в Москве, во всех городах, по поводу левоцентристского правительства народного доверия. Вот каковы должны быть его первые шаги, его первые заявления, что он должен выйти, сказать народу, что пообещать и как он должен себя вести? Вообще, вы мне задали вопрос, какой должен быть пиар? Ответ. Ответственный пиар. За пиар не отвечаю, пиаром никогда не занимался. За пиар давайте, да, программу. Что реально делать? Ну, правильно, значит, и тезисы, если мы говорим сейчас о КПРФ, и тезисы лидера КПРФ, и тезисы тех, кто еще выступал, включая Павла Николаевича, меня и многих других, это и есть совокупная программа уже более широкого понимания. Что делать? Что делать? Не что показать, там громко лозунг, а что реально делать? Железной рукой извлекать все паразитические звенья, внедренные во все системы экономические, социальные, политические. Ярчайший пример система ОМС, частные страховые компании, прокручивающие государственные деньги, единственный настоящий страховщик. Страховщик государства, ни за что не отвечающие, не банкротящие, вообще ничего, только получающие деньги. Вот эти все паразитические звенья, включенные всюду, нужно жестокой рукой изымать. Это первое, что нужно делать. Разумеется, защита рынка, обеспечение рынка. Вот сейчас, мне очень понравилось то, о чем говорил Павел Николаевич Грудинин в одной из дискуссий про картошку. До этого то же самое было с растительным маслом. Высокий урожай, все кинулись после этого, точнее, низкий урожай, высокие цены, все кинулись в сеть, провал, ноги обокротились и так далее. Сами дурачки. Сейчас с картошкой то же самое. Картошку продают ниже себестоимости. Значит, в следующем году мало опасает, опять будет дорогая картошка. Опять нефицитрус. Значит, в технике это называется демпфирование колебаний. Государство должно приметь так жизненно важным сферам, обеспечить рынок, рынок, картошки, зерна, хлеба, мяса, молока и так далее. Рынок, который государство целенаправленно демпфирует. В инструменты не вдающие, инструменты хорошо известны. И последнее. Им нужны оборотные средства, им нужны средства инвестиций. Это не только центральный банк, это вся финансово-экономическая банковская система государства, которая есть компетенция федеральной власти, предмет ведения Российской Федерации. Вот эти ключевые включить и даже на этой основе уже заработать. Последнее заключительное слово, мы прощаемся с гостями, по поводу сказанного Юрия Юрьевичем. Что можете дополнить? Мы много можем говорить о том, что нужно делать. Вопрос, чтобы нас услышали. Потому что сегодня я еще раз понял, что мы едины в том, что если в ближайшее время нас не услышат, не будет поворота налево, не будет поворота к людям, то мы можем дойти до черты, которую вообще никому не советую переступать. И поэтому неважно какая там сакрализация власти еще что-то. Если люди будут жить плохо, то это все разлетится в клочки. Поэтому я надеюсь, что все-таки власть услышит и Орловский экономический форум, и лидеров нашей партии и перестанет заниматься наполнением собственных карманов, начнет заниматься экономикой страны. Благодарю вас, уважаемые гости. Я так понимаю, что лет наверное 15 все-таки даже 20-25 надежды есть, были и наверное остаются предыдущие надежды, что власть вспомнит про народ про низы и верхи с низами хоть как-то будут взаимодействовать. Но видимо действительно это уже последние китайские, монгольские, корейские предупреждения и видимо запас прощести системы практически иссяк. Но будем надеяться, что удастся эволюционным путем а не революционными потрясениями изменить существующую социально-экономическую политическую модель, во что верить очень тяжело с каждым днем мы каждым месяцем. Но тем не менее будем надеяться. В эфире была программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»